До последнего времени ситуация с заболеваемостью гепатитом А в Артёмовском городском округе была благоприятной. В предыдущие годы случаев заболевания либо фиксировалось незначительное количество, либо не фиксировалось вовсе. Однако уже за первый квартал текущего года выявлено 8 заболевших. Главный эпидемиолог муниципалитета Александр Микушкин рассказал о причинах заболевания, профилактике гепатита А, а также затронул ряд смежных, но не менее важных тем. Показатель заболеваемости по Артёмовскому округу у нас выше в 3-4 раза, чем областной показатель. Из опытового числа заболевших это у нас 7 взрослых и 1 ребенок до 4 лет. По месту расположения четверо проживает у нас в городе Артёмовске и 4 в поселке Буланаш. Что такое у нас гепатита А? Значит, это инфекция, которая поражает у нас печень вирусом гепатита А. Значит, вирус распространяется в случае, когда нефицированный человек всегда отлепивает что-то либо загрязненное инфицированным вирусом гепатита А. Чаще это связано у нас с плохой санитарной ситуацией, либо с плохими навыками личной гигиены, но основным фактором этого у нас является употребление некипяченой воды. В отличие от вируса гепатита БЦ, инфицирование гепатита А не приводит к развитию хронических болезней печени и редко приводит к смертельному исходу, но он очень сильно ослабляет наше здоровье и состояние организма. По пути передачи вирус гепатита А имеет три пути передачи. Это водный, пищевой и контактный. Значит, водный путь передачи характеризуется, это употребление некипяченой воды, в которой имеется вирус. Также вирус попадает у нас в водные источники в весенний-осенний период, в период интенсивного таяния снега и в период дождей. В результате этого происходит загрязнение водопроводной воды и воды нециализованных источников, это колодцы, каптажи. Кроме этого, возможно заразиться через воду при купании в водоемах и бассейнах. Причины, при которых происходит у нас именно загрязнение воды, это высокий износ водопроводных сетей, некачественное проведение дезинфекции воды в централизованных водопроводах, так как качество воды оценивается по содержанию хлора в тупиковых точках водопровода. И непроведение дезинфекции воды в нецентрализованных источниках, то есть несовременно проводится чистка их и непроведение текущего санитарного содержания вот этих колодцей, каптажей, родников. Другим путем передачи, это у нас является контактный путь передачи, это путь передачи от больного человека, здорового, который может его окружать. Вот с целью предупреждения о заражении по такому пути необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить дезинфекцию помещений, где находится больной гепатитом А. Третий путь передачи, это у нас пищевой. Он реализуется через употребление продуктов, зараженных вирусом, во время производства на пищевых предприятиях, предприятиях пищевой, общественного питания и торговли. Значит, основные это у нас ягоды, овощи, зелень, которые могут быть контаминированы вирусом. И при плохой обработке они могут заражать организм. Также морепродукты при отлове моллюсков и загрязненных сточными водами побережных водоемов. И все же не нужно впадать в панику. Заведующий эпидемиологической службой Артемовской ЦРБ поделился теми мерами профилактики, которые позволят вам избежать заболевания и его распространения среди населения. Первое, то, что я уже озвучил, это необходимо употребление кипяченой воды. Так как я уже сказал до этого, то есть вода в весенний-осенний период, она часто у нас загрязнена в связи с теми условиями, о которых я уже говорил. Кроме этого, необходимо соблюдение правил личной гиены, то есть мыть ее рук, которые также способствуют ограничению распространения вируса гепатита А. Значит, с другим мерой профилактики, это у нас может служить вакцинация населения против вируса гепатита А. Так как после двукратной вакцинации у нас у человека развивается стойкий иммунитет, и повторно уже человек не болеет. Кроме этого, приказами здрава по национальному календарю подлежат ППИД-показаниям против гепатита А следующие группы. Это у нас лица группы риска, это работники сферы обслуживания, общественного питания, работники пищевой промышленности, работники водопроводных сетей, конверсионных сетей. Также лица, выезжающие в неблагоприятные районы, где мог регистрироваться заболеваемость. И последнее, это у нас контактные, которые находятся в очагах, где имеется, был больной, и они были в контакте. И чтобы предотвратить дальнейшее возникновение заболеваний среди контактных, их необходимо прививать. В заключении остается напомнить, что ранние симптомы инфицирования гепатитом А, ощущение слабости, недобогания, потеря аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах, могут быть ошибочно приняты за симптомы другой болезни с интоксикацией и лихорадкой. Однако у ряда лиц, особенно детей, симптомы не проявляются вообще. Инкубационный период длится от 15 до 50 дней, а смертность составляет менее половины процента.